Привет, златопузо и рыбки! С вами Федорович, а в этом видео вы посмотрите на бойцов, которые опаснее и смертоноснее, чем подлый косяк кровати, об который все время разбиваешь мизинчик при перемещении из кухни в комнату с пивасом. Кто мы? Пускай решают наши потомки, глядя на наши дела. А кто такой настоящий мастер, сможете решить вы прямо сейчас, посмотрев на этот невероятный прием. Коленки за носок не выезжают. Злота, вертикальное расположение. Почки закрыты, живот закрыт, лицо закрыто, солнечное плетение закрыто. Надо убрать его защиту. Как это делаем? Нога правая подходит к противнику, а рука отсюда идет, делает блок. Раз! Второй удар идет. Два! Захватываем руку. Эту, лучше эту. Захватываем вот так, чтобы не ездить было на болевой. Наносите удар в шею. Раз! Законим сюда. Удар в голову. Два! Захватываем здесь, за одежду. Три! Пяткой, пятку подбивайте вовнутрь. Четыре! Как сова никогда не поймет дятла, долбающего клювом дерева, так и не каждому из вас дано постичь всю тайну великого искусства – камвет-то-по, основатель которого показывает невероятные техники и еще более нереальных приемов. Посмотрите на эту грацию и продуманность движений. А главное, внимательно постигайте то, что говорит учитель. Даже несмотря на то, что его слова не совсем отвечают приему. Захватываем руку. Эту, лучше эту. Захватываем вот так, чтобы не ездить было на болевой. Ведь, захватив кисть за запястье, чтобы было удобно делать болевой, мы обманываем всех. Ведь болевой-то мы не делаем. Объем по затылку и заходим за спину, вообще отпуская руку. Ха-ха-ха! Наивные ничтожества! Неужели вы думали, что в захвате руки был реальный смысл? Это все для отвода глаз, чтобы закончить этот невероятный прием наступанием на пятку. Потому что всем известно, что такое движение – это точно на карту. А про то, что противник – это бревно, которое ждет, пока мы будем выбирать руку для захвата, мы вообще вспоминать не будем. Ведь смысл всех приемов великих мастеров приходит к ним именно в процессе выполнения приема. Поэтому какой именно это будет прием и как будет развиваться, не знают даже они. В чем и заключается их смертельная непредсказуемость. Как нельзя хвастаться пойманной рыбой, ибо она убьет тебя костью в твоем горле? Нельзя смеяться над великими мастерами, ибо они придут к тебе во сне и уничтожат ментальное тело. Поэтому я никогда не насмехаюсь над великими сенсеями, чего и вам желаю, а просто восхищаюсь их нереальной техникой, как этим приемом от двух ножей. Обязательно несколько мужем за сапог. Вот он работает ножами, чтобы я его не порезал. Руки туда не сую, потому что он их обрежет. А ногу надо бить ногой в районе локтя. И не просто прямую, а вот таким положением, подошкой. Вот. Вот. И вместе с ножами он улетает. И вот когда уже кажется, что фантазия мастера иссякла, как горный ручей в пустыне, он снова удивляет нас невероятными приемами, как цветущая вишня, на которой выросли яблонки. Вы только посмотрите на эту гениальную тактическую схему. Мы убираем руки, чтобы нас не порезали, хотя вроде бы и противник тупо стоит, ничего не делает. Но главное, мы должны просто-напросто ударить ногой в локоть. Не в запястье, как показывают в этих дешевых и неправдивых боевиках, а именно дотянуться ногой до локтя. Да еще и не носком, как какие-то бойцы кровмаги, или чего похуже, а как настоящие мастера ударить стопой ноги, согнув ногу в три погибели. Если вы вдруг из-за своей малограмотности подумали, что для того, чтобы дотянуться до локтя, нужно подойти слишком близко, и можно тупо получить нож в пузо, значит вы полный лузер, который не понимает, что предварительно противнику скарбливается литра технического спирта, и он слепнет к херам. А потом уже мы проводим свои фантастические приемы на неподвижном манекене. Я понимаю, что многих из вас такое невероятное количество нереальных приемов может отправить в нокаут просто от просмотра, как прекрасного мотылька отправляет в нокаут аромат одинокоцветущего лотоса на пруду. Поэтому от слов и приемов мы перейдем к реальному бою, но не просто бою, а настоящему кровожадному месиву, настоящие рубиловки, огромных, здоровых, нереальных накачанных негров, которые голыми руками могут разорвать пасть тигра, ведь они настоящие сенегальские охотники. Субтитры создавал DimaTorzok и, конечно, Если вы уже не можете смотреть на это кровопролитие, тогда дальше я вам не завидую. Ведь скоро в это мясо вмешается судья, который весь залитый кровью, еле растягивает этих монстров. Наверняка самые кровожадные из вас захотят тоже научиться этому великому искусству и убивать противников своим невероятным вилянием задом и зазыванием на спаривание. Сначала я также подумал, что эти синегальские охотники-убийцы, как и все великие мастера, взяли свое боевое искусство из мира животных. Только вот все, что они взяли, это брачные танцы и пока хватит. Но потом я понял, что без лучших мастеров-безконтактников здесь точно не обошлось. С неба лепешки не сыпятся, но души умерших мастеров сыпятся да еще как. Ведь каждый ушедший из жизни мастер сразу ищет тело для своего перевоплощения, чтобы великое искусство не умерло в веках. Но не каждое тело, которое нашел мастер, готово к такому перевоплощению. Это будущая звезда UFC и легенда мира единоборств, перерождение великого мастера. Он уже может отжаться одной рукой от стола, когда встает, чтобы мастерски перевернуть другой бутылку в горлянку. Но если вам смешно, то очень зря. У этого мастера последователей больше, чем во всех боевых искусствах вместе взятых. Учеников этого мастера вы можете видеть во всех кабаках любого города, спящими на лавочках любого парка и тренирующихся в реальных спаррингах под мусорными бачками. Так что клан Алко-Ниндзя скоро возьмет мировое господство и тогда вы запоете по-другому. Вылезайте из-под кровати и напишите в комментах, куда вы будете убегать и где скрываться. Или присягнете на верность великим мастерам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями в соцсетях. Их также нужно предупредить. Также подписывайтесь на мой второй канал в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok